корневин, циркон и пин, келек микс, может для вас новая будет и ризапон. Здравствуйте, уважаемые друзья, вы находитесь на канале питомника Хвойный Дворик и с вами Евгений Филимонов, сегодня мы рассмотрим то, что я применяю из удобрений на своем питомнике, чем я поливаю, оплескиваю растения, думаю будет интересно, итак первое у нас будет корневин, корневин я в основном использую его, хоть и говорят это старое средство неудобное, уже типа не современное, но я использую всегда корневин и корневин очень помогает мне для того, чтобы сеянец прижился и пошел в рост, первая наша задача после посадки сеянца, чтобы заработала корневая система, даже если вы купили в горшке где-то там, возьмите ведерко, разведите, поставьте, насыпьте, разведите корневин и поставьте в этот раствор горшок на 2-3 часа, чтобы вышел весь воздух, все равно как бы горшки, они не пропитываются в питомниках полностью, поэтому советую так сделать, очень хорошее средство, при каждой болезни я в принципе его использую, поливаю им, очень хорошо помогает, кто говорит, что она не разводится в воде, это поверьте, я проверил, и производитель здесь недаром пишет, разводить сколько на сколько, то есть вы все можете это прочитать, разводится, в лейку высыпали, воды налили, сболтнули хорошо, очень сильно пенится и до конца воды налили, все, с корневином, в принципе все, где купить, вы можете перейти по ссылке на сайт, там будет статья, в статье я укажу производителя, и вы можете перейти и купить на этом сайте, так, дальше у нас идет, что, циркон, циркон, ну, написано мощный корнеобразователь, это, конечно же, сомнительное такое, ну, на моем опыте я проверил, разводится на 1 миллилитр на литр, на 10 литров, чуть не сбрехал, на 10 литров, то есть со сприца выливаете в лейку также, и сначала разбалтывать, тоже пенится очень хорошо, то есть пахнет спиртом, довольно-таки хорошее, такое антистрессовое, антибактериальное и антигрибковое средство, ну, использую не так часто, но я в основном в сочетании с эпином, эпина надо 2 миллилитра на 10 литров, то есть тут миллилитр идет на 10 литров, а здесь 2 миллилитра на 10 литров, то есть миллилитр тут идет на 5 литров, то есть это все со сприца, сначала циркон, потом, то есть смешивать можно, в лейку опять вот так наливаем, потрясли, долили воды и можно поливать, ну, используется не так у меня часто, ну, средства хорошие, особенно для ели, для зеленой, для самшита, сразу цвет преображается, ну, довольно-таки бактерии все уходят, и, ну, отличный препарат, я потом дальше у нас, ну, давайте перейдем келик-микс, келик-микс у нас, что он представляет собой, келик-микс это комплексное удобрение, ну, здесь больше, как бы, микроэлемент, микроэлементы, которые собраны в нем, это хелатное удобрение, то есть там идет хелатированное железо, медь, марганец, ну, я не очень люблю удобрение с марганцем, потому что, ну, марганец как бы обеззараживает, но дело в том, что у меня есть эпиноциркон, не забывайте, поэтому мне, в принципе, с марганцем, опять на основе марганца много подделок, поэтому берут, наливают один марганец и все, считают, что развели и концентрацию погуще сделали, подделок очень много, этот препарат иностранный, ну, пускай, то наша фирма, сейчас скажу, даже, группа компании Агроплюс, ну, опять же, на нашем сайте вы можете найти подробно, используется для чего, во-первых, он, после того, как растения прижились, вы обработали корневином, потом эпином, цирконом, опять же, мешать корневин с цирконом нельзя, сейчас маленько отвлекусь, нельзя мешать корневин с цирконом, то есть вы полили корневином, потом вы можете поливать корневином, то есть, а потом уже вы можете через дни 10 поливать только цирконом и эпином, поэтому лучше пролить после посадки корневином, опять же, корневином пролили, потом подождали 10 дней, пролили еще раз и до лета можно после посадки месяц проливать корневином раза три чтобы наросла корневая система это нормально это все хорошо будет а потом уже через не 10-15 взять цирконцепином и пролить их ну опять же это удобрение я использую для она хорошо используется для всех видов войны и она цвет дает очень хороший очень хороший цвет у ту и более такой насыщенный зеленый цвет потом у ели более голубой цвет но он не пропадает вы поймите это и вы побрызгали нет он не пропадает он такой же и остается то есть опрыскивать вы можете даже взять ель колючую любую если она у вас зеленоватого цвета вы если опрыскиваете то она более с каждым годом все и набирает если будете постоянно этим опрыскивать очень хороший препарат минусы очень дорогой ну как дорогой кому как вот литр выходит 2000 рублей если циркон и пин по 300 рублей корневин 14 рублей я брал а это и его найти очень тяжело очень тяжело но может быть и не так тяжело ну по крайней мере раньше было очень тяжело ну я пробую это опрыскиваю я где-то примерно ну два раза за лето опять же можно с лейку в лейку поливать здесь также шприц но это 5 кубов идет на одну лейку можно 10 кубов на на 10 литровую то есть один миллилитр на литр то есть это получается два кубических шприца 5 кубов шприца идет на разведение вот лейки тоже проливать можно но желательно конечно по хвои по листу брызгать он в основном на этом ну там в статье будет описание ссылки на инструкцию что делать с ним ну как пользоваться или крышку открывать ну приоткрыли даже вот эту она нажали она сюда пошла и все нормально жидкость в общем с этим разобрались ну и на край крайне у нас у нас получается ризопон ризопон ну это всем известное средство кто знает да это укоренитель здесь три кислоты за место если в корневине одна кислота то здесь три кислоты для корнеобразования в основном используются для черенкования ну что могу сказать тут индулин опять масляная кислота как у корневина потом там еще по моему нафталиновая добавлением уксусной кислоты еще какая-то третья ну в основном все как я понял просто индулин масляная кислота и то что и в корневине не знаю не пробовал честно скажу пока что не пробовал черенковать буду в основном использую для его для трудноукореняемых растений поэтому сейчас про него сказать ничего не могу потому что еще не пользовался препаратом препарат очень дорогой я минус это его с ней вот такая баночка стоит 15 тысяч но для промышленных мастрабов это довольно таки хорошо просто окунаете черенок припудриваете и землю очень хорошо и полив тоже им ну я слышал по отзывам смотрел видео про него и и на сайте ризопон там действительно у них сайт хороший все иностранный но там все написано и как они что это делать есть таблетки которые разводятся в воде но я думаю если его развести в воде тоже будет эффект и них и хороший корневая нарастает очень хорошо теперь что у нас дальше по минусам я сказал так это у нас получается он дорогой опять же на авито очень много продается ризопона этот пришел именно с польши вот здесь вот все написано было это я постирал уже таскал его туда-сюда буду больше перекладывал хранить все эти удобрения нужно в темном прохладном месте желательно ну как везде и все удобрения хранят по ризопону подделок очень много на авито очень много продается но я вам не скажу поэтому ссылки на что-то конкретное не будет будем пробовать будем более промышленно терминковать тогда будет результат я вам расскажу получше а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всего доброго, удачи!